Певец и композитор Игорь Николаев объяснил, почему артисты, прошедшие популярное шоу «Голос», практически мгновенно пропадают. Игорь Николаев в интервью газете «Собеседник» объяснил, почему талантливые артисты из шоу «Голос» пропадают сразу после завершения проекта. «Меня часто спрашивают, почему не все, кто вышел из проекта «Голос», стали большими звездами? На вкус телезрителей, они все пели превосходно. Когда ты следишь за певцом или певицей в проекте, наблюдаешь за профайлами, человеческой судьбой. Зрителям это интересно, а если предлагается чисто песня, то она уже не так интересна. В нашей стране все следят за событиями в личной жизни. Хорошо это или плохо, но это имеет место быть», — заявил он. Его мнение поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Игорь Николаев затронул очень важную тему для современного шоу-бизнеса, да и в целом для творческой среды. Разумеется, он прав. Где таланты из песенных конкурсов? Кто их видит после выпуска? «Сейчас, если ты не скандальный, ты никому не интересен. Будь ты хоть жемчужина и голос твой в несколько октав», — заявил Манукян, которого цитирует Дниру. По его словам, именно поэтому такие персонажи, как Ольга Бузова, сейчас заполонили собой все информационное пространство. Кто помнил об Алексея Серебрякове, пока он не сказал про национальную идею России? Кто интересовался новым фильмом Данилы Козловского, пока он не поругался с футбольными фанатами, которые раскритиковали его трейлер? Кому была бы интересна Анастасия Волочкова, если бы она регулярно не садилась на шпагат и не выкладывала свои пляжные фото? Привел он пример.